Экс-главе Свердловского пенсионного фонда сегодня дали последнее слово. Областной суд готовится вынести приговор Сергею Дубинкину. Он проходит по делу о пропаже одного миллиарда рублей пенсий. Свою вину подсудимый не признает. Выступая на заседание, он довел присутствующих до слез. Сейчас это мое последнее публичное слово в этой жизни. Я должен сказать слова благодарности. Всем работникам, спасибо вам за работу. Напомню, Дубинкина обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий. По версии следствия, он в нарушении законодательства хранил деньги пенсионного фонда в коммерческом банке ВЕВК Урал, обанкротившемся в начале 2009-го. Тогда со счетов финансового учреждения пропал миллиард пенсионных рублей. Экс-глава фонда по-прежнему утверждает, что невиновен. Большая часть средств переводилась в этот банк из Москвы и регламентировалась внутренними документами. Впрочем, утверждают гособвинители, все обвинения в адрес Сергея Дубинкина имеют неопровержимое доказательство. Они настаивают на наказание в виде 13 лет колонии строгого режима. Приговор собирают согласить 27 декабря. Субтитры создавал DimaTorzok